Доброго времени суток, уважаемые друзья! С вами снова интернет-магазин Antelive.com.ua Сегодня я хочу записать для вас кратенький обзор новой модели. Модель называется UMI X2. 1 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной. Новизна этой модели заключается в том, что производитель UMI сделал свои устройства, вот эти широкоформатные Full HD разрешения экрана на новом процессоре 4-х ядерном МТК-6589T. В данный момент я держу именно эту версию модели. Обращаю ваше внимание на то, что я уже записывал обзор на эту модель. По всем техническим характеристикам они полностью соответствуют друг другу. То есть нет смысла заново рассказывать полностью все-все-все-все-все ее возможности, как она работает в опере, как она работает с ютубом, как она работает с офисными приложениями и тому подобное. Мы разместим наш обзор вот где-то здесь. И вы сможете посмотреть его все технические характеристики. В этом обзоре я хочу отметить лишь несколько фактов, которые отличают данную модель, которые делают лучше именно эту модель. Во-первых, комплектация у нас не изменилась. Все тот же комплект, скутненький, оригинальная пленочка, но все тот же UMI X2 со своим великолепнейшим экраном, который имеет сумасшедшие углы обзора. Для меня этот экран является лучшим среди китайцев. Я не знаю, я когда смотрю на этот экран, как будто смотрю на полотно. То есть изображение монолитное, монотонное, вот какое-то такое реальная цветопередача, насыщенность цветов. Ну, мне все нравится. Давайте посмотрим, что показывает Antutu в данном смартфоне. Показывает он 13545. Мы тестировали различные другие модели, набирают и по 14 тысяч баллов. Все благодаря нашему новому процессору MTK6589T. Он никогда нигде не указан, что он T. Это его негласно так назвали, что он якобы турбированный. Но вот он отличается тем, что реальных 1508 МГц. Экран у нас такой же. Объем оперативной памяти Geek. Встроенной памяти вот эта плюс вот эта. Получается примерно 16 всего. Ну и там занято операционкой, как всегда. Камеры, опять же, 13 Мп и реальных 2 Мп. Прошивочка у нас 4.2 Android. Тем, что отличается данная модель. Во-первых, разработчик исправил работу GPS. Первые партии, которые мы получали, возможно, это были тестовые партии. Абсолютно нигде не работал GPS. Не то, что вообще он был мертвый. Ставили другой софт, то же самое. Вот в этой модели эта проблема устранена. Предлагаю вам посмотреть тест GPS. Абсолютно нигде не стоит. Ну и, конечно же, давайте посмотрим, как справляется с играми наша новинка на новом 4-х ядерном процессоре. Сразу предупреждаю, что оптимальной работы игр можно добиться только в тех случаях, когда ты будешь целенаправленно подбирать кэш под свой смартфон, планшет и тому подобное. Мы этим всем не занимаемся, просто ставим игры так, как они ставятся, и пробуем, тестируем, как они впоследствии работают. Давайте посмотрим. Субтитры делал DimaTorzok 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 Идем дальше, как вы видели, как вы могли видеть, игра играет хорошо, но не идеально. Давайте посмотрим, как работает Most Wanted. Субтитры делал DimaTorzok 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 Снова сбрасываем оперативную память. Это не надо. Снова сбрасываем оперативную память. Снова сбрасываем оперативную память. Снова сбрасываем оперативную память. Основным достоинством является процессор MDK6589T. Тот, который турбирован. Скорее всего, моделей с обычным процессором, с MDK6589T, уже даже и не будет. Потому что что-то нам наш поставщик говорил, что какие-то проблемы с этим процессором. И поголовно все новинки с Full HD экраном будут выпущены именно на MDK6589T. Спасибо за внимание. Всего доброго.